Всем привет, меня зовут Жулин Евгений, я работаю в Одноклассниках, занимаюсь разработкой как раз платформы машинного обучения, ну и процессинга данных. И, ну, собственно, наш курс будет посвящен тому, что я попытаюсь дать вам некоторые основы того, как, ну, собственно, происходит разработка и построение систем для процессинга данных, ну и, собственно, машинного обучения, так как они довольно связаны друг с другом. На этом курсе я вам дам несколько основных фреймворков, которые сейчас используются, и расскажу их концепцию и, ну, архитектуру. В основном это будет, конечно же, Apache Spark в процессинге данных. И, собственно, разберем некоторые алгоритмы для работы, ну, которые в основном применяются для процессинга больших данных. Ну, собственно, начнем. Так выглядит типичный пайплайн... Здрасьте. Типичный пайплайн для создания какого-то интеллектуального решения, назовем его в Data Science решение. Как вы видите, тут довольно много различных стадий. На этом курсе мы будем очень опосредованно касаться именно ML, потому что, ну, как мне кажется, что за такой краткий срок полноценно объяснить и дать именно ML-концепт не получится. Мы будем сосредоточиться именно разработкой под ML. Ну, то есть, все, что связано после того, как, назовем это, Data Scientist сделал какую-то модельку, и нам нужно внедрять ее в прод. Ну, то есть, на текущий момент, как оказывается, эти навыки все больше и больше ценятся, чем просто построение моделек. С учетом того, что сейчас появилось довольно большое количество фреймворков, которые, ну, так сказать, берут на себя очень большую часть работы, и во многих областях уже, как бы, основной проблемой является не то, не просто создание модели, а вот как раз полноценное внедрение ее в эксплуатацию. И, собственно, это сейчас на рынке ценится на самом деле больше всего. Так что это, как бы, мотивационная часть курса, что если вы будете шарить в этом, то можете сразу писать в резюме BigData-разработчик и просить плюс N денег к зарплате. Вот. А, я забыл. У меня же кликер. Ну, давайте начнем. С чем вообще все это происходит? С чем происходит работа? С данными. Ну, то есть, основное, основное отличие в том, что в BigData мы не тянем данные к коду, а тянем код к данным. Понимаете, что это значит? Нет? Ну, ладно. Ну, то есть, основная идея в том, что мы все вычисления пытаемся провести именно, грубо говоря, мы не хотим, у нас данных довольно много, и мы не хотим куда-то данные тянуть по сети или каким-то другим способом. А мы все вычислительные, ну, собственно, вычислительные компоненты перетягиваем к данным, и все вычисления пытаемся делать локально там, где данные лежат. Ну, и за счет этого, как бы, и происходит всякий выигрыш. Машинное обучение — это тоже про данные. По факту, это вообще программирование при помощи данных, так как сейчас все основные, основной перформанс всех моделей очень сильно критические, особенно в диплёнинге, например, зависит от качества данных, на которых, ну, собственно, происходит обучение модели. Поэтому, то есть, работа с данными там тоже является краеугольным камнем. Ну, у данных есть, понятно, несколько основных характеристик, и когда, ну, собственно, мы о них думаем, то первое, что приходит в голову, это, ну, сколько у нас данных. И когда мы какую-то, проектируем какую-то систему или, не знаю, ну, вот смотрим уже, ну, реализуем, мы всегда держим в голове, и все наши архитектурные решения отталкиваются от того, начинают отталкиваться от того, сколько у нас вообще изначально планируется, например, данных. То есть, это терабайты, это вообще, ну, несколько, нет, несколько, не знаю, там, записей, как часто они будут, данные эти обновляться, будет ли, не знаю, там, удаление этих данных или только записи этих данных. Поэтому вначале, когда мы об этом думаем, нужно это всегда оценивать. Ну, понятно, что, например, если у вас какой-нибудь, не знаю, там, небольшой интернет-магазин вы проектируете, то вряд ли стоит начинать сразу с поднятия какого-нибудь Hadoop-кластера, так как это, ну, явно не то, что вам нужно. А если вы, например, пишете какую-нибудь систему, не знаю, например, обработки рекламных логов, то есть, не знаю, в каком-нибудь рекламном агентстве, где, ну, аукционный интернет-реклама генерирует, ну, больших, например, в компаниях десятки терабайт логов в день, там уже, например, без какой-нибудь распределенной фаловой системы и какой-нибудь процессинга поверх этого не обойтись. Вот. Дальше, когда мы примерно оценили уже, какой у нас будет объем данных, то, ну, собственно, нужно начинать думать, где мы будем их хранить. В 99% случаях, если вы, ну, как бы, когда вы проектируете систему, вам будет хватать обычной какой-нибудь революционной базы, типа PastGress. Вот. Но если пойдете работать в какие-нибудь компании, где, ну, собственно, есть действительно большой объем данных, например, Одноклассники, там, Mail.ru, не знаю, Яндекс, и так далее, то, ну, там уже вам понадобится, конечно, кластер. Вот. Это мы, если мы говорим про именно про продакшн решения, но если мы говорим про не некоторую аналитику, то есть, что у нас есть? У нас есть несколько задач, которые мы можем решать. Первая задача — это когда мы делаем чисто хранение, бизнес-логику, и к этой бизнес-логике прикручиваем какую-то хранилку данных. Есть задачи, например, аналитические, и когда вы, ну, собственно, разрабатываете какие-то решения, вам нужно думать о том и том. То есть, например, вам нужны, как бы, какие-то, например, дашборды для бизнеса, которые хотят постоянно видеть в реал-тайме, например, CTR по рекламным кампаниям, или они хотят быстро получать срезы по разным, ну, как бы, ключам, группировкам, по статистике, которая, ну, по мониторингу, по работе приложения, сколько денег мы там сейчас заработали за последние, там, пять минут в таком-то сегменте аудитории, ну, и так далее. Это тоже следует всегда помнить, потому что, ну, собственно, не все решения для этого, которые вы бы использовали, если бы проектили просто хранилку, к этому вам могут подойти. В это тоже расскажу чуть дальше. Собственно, хранение данных мы немножко обсудили. Теперь, какие вообще примеры данных и что за данные вы можете столкнуться? Ну, то есть сейчас, например, вы можете проектировать систему для работы с изображениями. Вот в последнее время как раз я разрабатываю систему, где мы активно процессим именно изображения, видео, тексты. Это один подход. Временные ряды, то есть совсем другой подход при проектировании. Тексты, графы, например, это могут быть, это могут быть геномные последовательности, или, я не знаю, что еще в голову может прийти, не знаю, какие-нибудь транзакционные данные. То есть, ну, собственно, от типов данных нужно тоже отталкиваться, когда вы выбираете то решение, на основе которого, ну, собственно, вы проектируете процессинг данных. Давайте теперь немножко поговорим, какие вообще потенциально задачи могут быть, ну, собственно, вам поставлены, которые вы можете потенциально решать. Ну, вот, например, если мы говорим про фоточный контент, например, типичный, ну, такая, не точно типичная, а одна из последних задач, которые мы решали, это, например, какой-нибудь фотоконтроль для водителей такси. То, что они, например, сфотографировали ту же самую, ну, они зарегистрировали какую-то машину, сейчас они ее сфотографировали, и действительно эта машина соответствует той, которую они, ну, собственно, изначально заявляли. Наверное, вы тоже сталкивались с такой ситуацией, когда вы вызываете такси, например, а приезжает совсем какая-нибудь другая тачка. Вот, чтобы не обрабатывать это руками, это, в принципе, можно было сделать автоматическую систему модерации машин. И тут, например, нужно, например, определять марку машины, распознавать номер машины, проверять, что эта машина не битая, не грязная, там нет каких-то сильных, не знаю, там повреждений. Ну, вот, в принципе, вполне такой типичный кейс. Если вы, например, работаете в компании какой-нибудь Циане, не знаю, там или Авито, там могут быть, например, задачи, связанные с предсказанием рыночной цены по каким-то параметрам квартиры. И тут, на самом деле, довольно комплексная задача, потому что тут могут быть разнородные данные от текста, от геопозиции, зависеть от формальных характеристик квартиры. Например, не знаю, одна из последних фичей, которые я видел в Яндексе, это, например, они научились детектировать бабушкин ремонт. Ну, то есть можно поставить галочку и показывать мне квартиры с бабушкиным ремонтом. Ну, и это тоже как бы влияет на ценообразование. Ну, и такая для интернета довольно популярная задача – это подбор рекламы пользователю, это там прогнозирование клика по рекламному объявлению. Ну, это такое некоторое формальное определение понятия данные. Я думаю, у вас уже сформировалось некое представление. Для машинного обучения и для аналитики, конечно, мы все пытаемся представить данные в максимальной реализационной форме, потому что с этим наиболее просто работать, и они наиболее в этом плане понятны. Поэтому такие таблички – это чаще всего, как мы видим данные. Что такое шкалы? Данные также описываются часто, как-то назвать, различными. Точнее так, данные могут быть представлены в различных математических шкалах. Стивенсон, один из первых, кто, ну, собственно, разработал эти шкалы, выделил следующее. Это номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений. Для каждой из этих шкал определены различные математические операции, различные, ну, собственно, логические операции, которые можно к ним применять. Что такое номинальная шкала? Ну, на самом деле, довольно просто. Это шкала, которая описывает, не знаю, например, такие сущности, как пол, страна, город. Ну, то есть это, то есть, как это назвать? Чисто, можно так назвать, это просто наименование некоторых объектов. Это понятно примерно? Одна из наиболее популярных техник кодирования такого типа шкал — это one-hot encoding. В чем смысл? На самом деле, довольно просто. Это мы берем все возможные значения, которые определены для данной шкалы. Ну, то есть, например, у нас представлено в нашей выборке, не знаю, там, 11 городов. И задаем некоторый бинарный вектор и представляем каждое возможное значение из этих городов как, ну, как бы вектор, где все нолики, и только на определенной позиции, заданный индексом этого элемента единичка. Понятно? Это одно из таких наиболее популярных представлений для дальнейшего использования в каком-нибудь машинном том же самом обучении или в каком-то процессе. Порядковая шкала — это шкала, где мы уже задаем некоторое отношение больше-меньше. То есть, когда мы можем сказать, что этот элемент больше, чем другой, но не можем сказать, насколько больше. Типичным представлением этого может быть рейтинговая таблица, не знаю, там, для каких-нибудь бегунов. Если мы знаем только, что вот этот бегун прибежал первым, этот второй, этот третьим, мы знаем, что первый больше второго, но мы не знаем, например, на сколько. Ну, то есть, если мы знаем уже, насколько быстрее он пробежал, то есть, он мог пробежать быстрее как на, не знаю, 0,2 секунды, так и на 2 минуты, то это уже интервальная шкала, когда мы можем задать, собственно, сказать, насколько больше, насколько меньше. Отличие ее от шкалы отношений основное в том, что, ну, как сказать, наличие, наверное, отсутствие абсолютного нуля. Ну, то есть, для, ну, то есть, например, как, сейчас попытаюсь объяснить. Ну, то есть, смотрите, то есть, если мы говорим про шкалу отношений, то у нас есть заранее, точнее, не так, однозначно определенный, ну, грубо говоря, нулевая точка, относительно которой мы все считаем для шкалы интервалов, это изначально нулевой точки не существует, и поэтому, ну, собственно, это у них основное отличие, в принципе, наверное, все. Часто, ну, на практике обычно их, их процессинги, они сильно между собой никак не отличаются. Основное отличие всегда, в основном идет как раз номинальной шкалы и шкалы отношений, то есть, это в основном, ну, собственно, отличаются принципы их обработки. Ну, так, типы данных, транзакционных графов и табличных я уже вам рассказал. Идем теперь к тому, что если у нас данные заданы в какой-то числовой шкале, там, немножко шкале отношений, то нам теперь нужно как-то описывать данные. У вас был какой-нибудь курс по статистике? Нет? Ну, в институте смысле. Отлично. Кто знает, что такое среднее? Поднимите руку. Ну, шикардос. А теперь что такое? Дисперсия. Один, два, три, четыре. Отлично. Что такое дисперсия? Кто-нибудь расскажите мне. Кто самый смелый? А? Ну, да. Неплохо. Отлично. А теперь давайте такая задачка. Вот, например, когда у нас есть некоторый сервис, и мы меряем время ответа этого сервиса. Как мы будем его мерить? Какую бы мы использовали величину для измерения? Средняя хорошая оценка? Среднего времени ответа сервиса? Нет? Почему? Отлично. И что бы мы использовали вместо среднего? Медиан. Перцентиль. Кто сказал медиану? Медиана хорошая оценка для данного? Окей. А что кроме медианы, может быть, нам еще помогло бы для более полного описания данных? Перцентиль, да. Который? Отлично, да. 59-й отличный перцентиль. Действительно, он хорошо помогает, чтобы найти какие-то затыки. Окей. Ну, собственно, для того, чтобы описать данные, существует бесконечное количество различных возможностей их описать. Одно из наиболее популярных – это так называемые boxplot. То есть, когда мы некоторым образом пытаемся отобразить содержательное распределение данных и, ну, собственно, делать какие-то на основе этого вывода. Например, действительно, одна из типичных задач – это когда мы делаем какой-то мониторинг или оценку того, ну, каких-то либо технических характеристик, либо это могут быть даже продуктовые характеристики. Нам нужно как-то, ну, собственно, понять, что вообще за данные, какое у них распределение, есть ли у них выбросы, тяжелое ли у него распределение хвосты. И что такое распределение, кто мне ответит? Я говорю слово «распределение», мне кажется, что оно бессмысленно. Хочу ответить проще. Чем отличается плотность распределения от функции распределения? Окей, давайте подачем. Более просто. Кто знает, что такое гистограмма? Вот. Вот, в принципе, это гистограмма. Это в некотором, в математическом смысле, оценка плотности распределения, дискретная оценка плотности распределения. Вот. И, ну, собственно, когда мы описываем данные, мы строим, ну, собственно, чаще всего это называется распределением, хотя на самом деле это плотность распределения, строим гистограммку, и эту гистограммку можно описать при помощи нескольких чиселок. эти чиселки чиселки если у нас тяжелые хвосты тяжелых хвосты это значит нас есть выбросы как вы уже правильно поняли средняя для этого плохо подходит поэтому используем медиану и процентиле бокс плот и это собственно наглядная представлена наглядная визуализация вот этих разных гистограмм то есть что у нас тут есть смотрите у нас есть красненькая линия это оценка медиана оказывается когда медиана совпадает со средним да как вы видите внизу нормальное распределение действительно медиана совпадает со средним вот вы говорите кстати перцентиля что такое перцентиль норма да хорошо нормальное распределение но это одно из классических распределений в данных вам как сейчас дайте я попробую как как вам это объяснить математическом смысле просто описать да это нормальное распределение да ну смотри смотрите давайте давайте по простому это как вот что такое нормальное распределение да когда у нас чтобы прям на пальцах вот у нас есть некоторые случайные события и вот есть сейчас давайте попробуем например и сейчас сейчас подождите мне нужен хороший хороший пример придумать то есть чем больше событий вот они устраивают какую-то закономерность не 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 это слишком сложно короче когда у нас ну по факту нормальное распределение это просто одно одно ну как бы одно из распределений не знаю как вам это еще проще объяснить она задается определенной функции распределения когда у нас все принципе там не знаем по центральной предельной теореме все основные распределения при большом количестве испытаний стремятся к нормальному распределению суть в том что у нас нормальное распределение это симметричное распределение которое характеризуется изначально двумя основными параметрами, это средний и дисперсий. Средний показывает наиболее частое значение. Дисперсия показывает разброс относительно этого наиболее частого значения. С учетом того, что распределение симметрично, то разброс влево, грубо говоря, значения, и вправо получается одинаковым. И описывается, ну, как бы, вот этот разброс отписывает как раз вот этот дисперсий. Ну, то есть, если мы посмотрим, то как это график прочитать? Ну, грубо говоря, вероятность того, что событие окажется, ну, меньше там, ну, например, у нас есть какая-то случайная величина, у нас есть какие-то значения, и зная, как бы, как распределена эта случайная величина и с какими параметрами вот это распределение, ну, собственно, мы можем, с какими параметрами мы можем как раз посчитать распределена вот эта наша величина, мы можем вычислить, собственно, вероятность попадения, например, в какой-либо интервал. Мы можем оценить, не знаю, будет ли она меньше определенного значения, ну, и так далее. Ну, то есть, вообще, изначально функция распределения показывает там вероятность того, что там значение меньше х, да. Когда мы построили вот как раз плотность распределения, мы можем, ну, собственно, оценить вероятность наступления какого-то конкретного события, ну, и так далее. Понятно объяснил или непонятно? Ну, это, да, это на самом деле интересная тема по поводу интеллекта. Действительно, все интеллектуальные тесты оперируют к нормальному распределению, и во всяких, ну, как бы, социальных науках считается, что, ну, как бы, де-факто все распределено нормально. И это действительно правда, если мы говорим про бесконечное количество испытаний. Но это в реальной жизни это не так. То есть, большинство распределений, которыми вы будете работать, они очень далеки от нормального. Потому что нормальное распределение, оно модельное, очень красивое, на нем все понятно. А все остальные распределения в основном очень сильно скошены, асимметричны, куча выбросов, и, ну, ничего не работает. Поэтому, как бы, часто как раз используют всякие перцентили, квантили и бокс-плоты для того, чтобы описывать данные. По поводу интеллекта, да, действительно, ну, тут такую сделаю ремарку, что всякие тесты на интеллект, они хорошо как раз оценивают все, что находится слева от среднего, но очень плохо оценивают все, что находится справа от среднего. Ну, то есть, они хорошо отделяют, ну, скажем так, людей с отставаниями в развитии какого-то, но очень плохо позволяют дифференцировать все, что находится выше среднего. Ну, грубо говоря, творческие какие-то наклонности, ну, там, гениев и так далее. Давайте немножко, чтобы действительно было понятно, что такое распределение. Я сейчас сделаю небольшой рисунок. Рисунок. Что, мне кажется, стоит на этом остановиться, потому что... Сейчас давайте как-нибудь вот так вот сделаю. Никому не загородил, армоз. Видно? Смотрите. Положим, у нас вот есть два распределения. Они даже нормальные. Какого из этих... Давайте назовем это распределение А, величина А. Интеллект. Не знаю, нет, интеллект тоже. Не будем этого касаться. Предположим, да. У нас есть два класса, которые обучались по разным программам. Не знаю, два класса программирования. Одни учили, не знаю, там, продвинутый курс. Второй непродвинутый курс математики. Потом они прошли тест какой-то и... Померили результаты, не знаю, там, ЕГЭ, не знаю, сдали. Класс А и класс Б. Давайте начнем с того... Сейчас, дайте я еще сделаю некоторую помарку. Мне кажется, так будет интереснее. Так слишком просто. У какого класса, как вы считаете, выше среднее? Кто лучше сдал? Ну, шоколада сюда, да, идет. Тут нолик. Например, не знаю, сто. Окей, дисперсия. У кого больше? УА, дисперсия больше. Отлично. И какую программу мы выберем? Да, действительно, где больше средняя и меньше дисперсия, действительно, наиболее эффективно. Но для этого, чтобы мы могли это понять не на глаз, потому что у нас может оказаться немножко другая ситуация, да, когда у нас, например, как выглядит что-нибудь вот так вот, да. Там уже сложнее принять решение. Ну, я пытался нарисовать больше дисперсию. Вот. Для того, чтобы принять тут решение, тут уже нужно принять некоторый мат-аппарат. Я... Если вы хотите, я могу подробно выделить лекцию про то, как сравнивать разные распределения и том, как принимать на этом решение. Делать такую лекцию. Я... Отлично. Ну, передайте вам, придется тогда прочитать самостоятельно про распределение. И немножко подготовиться. Окей, ладно. Давайте вернемся к нашим баранам. Ну, собственно, я, извините, заговорился и забыл рассказать вам все-таки про бокс-плоты. В бокс-плотах основное вот это медиана. Это 25-й квартиль, это 75-й квартиль, это, собственно, ну, 75-й квартир плюс интерквартальный размах. И, ну, собственно, это примерно совпадает с тремя сигмами. Три сигмы для нормального распределения, это описывает, так сказать, 99% всех возможных случаев. Ну, и, собственно, наверное, все-все, что нужно знать про ящик с усами. Еще дополнительно точечками, сейчас, может быть, на следующем графике будет видно. А, вот, кстати, я задал этот вопрос и забыл получить ответ. Кто расскажет, что такое перцентиль? Как посчитать перцентиль? Вот. Не-не, ты неинтересно, ты знаешь, что такое перцентиль. Кто-нибудь еще знает? Нет? Ну, вот вас, например, не знаю, попросили бы посчитать перцентиль, вы бы им смогли его сейчас посчитать? 50-й. Окей, ладно. Это, наверное, число, меньше которого лежит 50% всех измерений. Угу. Допустим, в случае 50%. Окей, вот у нас есть данные, как бы ты его посчитал? Ну, отсортировал их, наверное, и взял, ну, если 50-й, то взял вот то, что ты просил видение, и взял вот это значение. Здесь, наверное, было бы 50-й. А если четное количество? То взял бы среднее между двумя. Окей. Да? Никто, кто не понял? Ну, смотри, у тебя есть данные какие-то. Ты сортируешь данные. Когда ты их отсортировал, ты берешь, ну, какое-то значение, которое описывает, ниже которого лежат какой-то процент данных. Ну, типа, если 50-й перцентиль медиана, так называемая, 50% данных лежат меньше этого значения. Если 25-й, 25% данных лежат меньше этого значения. Ну, почему, как бы, говорят, что медиана устойчива к выбросам, а средняя нет? Ну, очень просто. То есть, это как, например, у вас есть, не знаю, там, в классе бедные дети, или, не знаю, там, в России есть большинство людей, которые зарабатывают 40 тысяч рублей, есть те, кто получают, там, по несколько миллионов, там, сотен миллионов, да? Если посчитать среднее, то в России все хорошо, да? Вот, по зарплатам. Если посчитать медиану, то уже не так хорошо, потому что все-таки 50% людей будут как раз получать меньше, там, 40 тысяч, не знаю, что у нас по официальной статистике. Вот. Поэтому, собственно, медиада в этом плане хороша, что она нечувствительна к выбросам. Вот. То есть, если у вас много различных данных, различных распределений, выгодно использовать как раз ящики с усами для того, чтобы сравнить, ну, собственно, эти различные распределения. И размах, средняя в этом плане довольно хорошо визуализируется на графике. Вот эти точечки, это как раз таким образом визуализируется в бокс-плотах выбросы. Ну, то есть, усы — это первый квартиль и третий квартиль, 25-й, 75-й, а точечки — это выбросы, которые, ну, собственно, не попадают, по-моему, в 99-й перцентиль. Еще одна из популярных визуализаций — это scatterplot, когда мы представляем двумерные данные, ну, собственно, как матричку, и интенсивность, не знаю, это может быть, например, когда у вас есть две переменные. Первая переменная — это, например, не знаю, какой пример привести. Не знаю, разные отделы и разные должности, например, по оси X, по оси Y. И мы смотрим на зарплату в отделах и должностях. И вот, например, цвета мы можем посмотреть, где, не знаю, там, в каких отделах, в каких должностях наиболее... более, не знаю, больше всего получают людей... денег. Окей, так, с визуализацией данных, описанием данных некоторым закончили. Перейдем к лямбда-архитектуре. Кто слышал, что такое лямбда-архитектура? Это одна из классических архитектур, которую сейчас в основном используют для проектирования как раз систем для обработки больших данных. Она состоит из трех основных компонентов. Это Batch Layer, Speed Layer и Serving Layer. Собственно, чем они отличаются? Смотрите, у нас есть некоторый поток входных данных. На уровне Batch Layer мы... Ну, собственно, это в основном... Сейчас по дефолту поднимается Hadoop, MapReduce. Берем данные и... Ну, то, что называется, Batch-овой обработкой. Читаем их с диска. Не знаю, обрабатываем несколько часов. В лучшем случае, куда-то пишем какие-то агрегаты, счетчики. Индексы, не знаю, строим. Ну, то есть довольно медленный этап обработки. Подходит для, например, для очень тяжелых вычислений, для работы, например, с графами. Или для построения огромных, например, поисковых индексов. Я расскажу, почему это так долго, но эффективно на следующих слайдах. Speed Layer — это в основном сейчас всякие стриминговые операции. То есть когда у нас есть, ну, собственно, либо мы хотим вообще message-by-message processing делать. Когда у нас, не знаю, там, обработка транзакций или fraud detection, когда нам нужно, вот у нас пришло какое-то событие, нам нужно понять, это fraud. Это, не знаю, или не fraud, например. А не ждать несколько часов, не собирать всю историю, группировать, медленно обрабатывать. Нам нужно, там, не знаю, понять, там, real-time или не real-time, принимать решения. Для этого сейчас в основном используются различные стриминговые сферы фреймворки, типа Spark Streaming. У нас это используется Samza, но уже, даже у нас она уже практически мертва. Всякие флинки и подобные решения. Ну и Serving Layer — это когда, то, что я изначально, когда только начинал лекцию, говорил о том, что менеджеры, аналитики и другие люди часто хотят делать разные запросы куда-то и получать какие-то результаты. И для этого нужен некоторый, ну, собственно, еще дополнительный лейер, где мы храним уже какие-то готовые агрегаты в какой-то базе данных, либо в какой-то, например, временной таблице, не знаю, памяти. Ну, то есть какой-то еще лейер, в который можно делать быстрые запросы и получать хотя бы относительно быстрые результаты и какую-то визуализацию по этим результатам. Ну, вот, собственно, вся лямбда-архитектура. Вот так вот эта архитектура реализована у нас в Одноклассниках. Ну, более-менее актуальная табличка. Смотрите, то есть базово у нас используется Hadoop. Ну, стриминг — это в основном Spark. Стриминг сейчас, ну, кое-где SAMZA. Batch, процессинг — это в основном MapReduce и Spark. Ну, хранилки у нас — это в основном HDFS базовая. Ну, паркеты плюс некоторые вот темповые таблички, потому что я говорил Spark SQL. Ну, сервинг-клеер мы используем Zeppelin. Zeppelin — это просто удобная веб-морда с интерактивным shell-ongspart, в которой можно делать всякие запросики и получать ответы по всяким агрегатам и так далее. Я вам потом покажу, и вы сами все это даже поднимите. Так, собственно, HDFS. Hadoop — это сейчас некоторый зоопарк различных решений. И одна из базовых, ну, как бы ключевых слов, которые нужно знать, когда вы включаетесь в этот зоопарк, это HDFS. Что такое HDFS? Это open-source реализация DFS, распределенной файловой системы, которая, ну, изначально вообще концепт распределенных файловых систем был представлен в гугле, но они описали это его в своей статье, но ничего, как бы, естественно, в open-source туда не выложили, поэтому сделали open-source реализацию, опять, то, что было описано в статье, назвали ее HDFS. HDFS — это, по факту, распределенная файловая система, которая используется, ну, как основная хранилка в ходу в инфраструктуре. Она состоит, ну, собственно, из name-ноды, backup-ной name-ноды. Тут, к сожалению, не нарисовано. Name-нода хранит всякие метаданные, потом, где лежат и как лежат файлики. Собственно, файлы у нас лежат в разных, ну, собственно, на разных машинках. Эти машинки, собственно, определены в... Не знаю, как по-русски называется REC. А? Ну, пусть будет стойкая, не знаю, вот. И там они разбиты на блоки. Дефолтные блоки по 64 мегабайта в ходу в ходу обычно используются. И данные еще реплицированы. В старых версиях Hadoop репликация была тройная. В новых версиях Hadoop за счет использования алгоритма Salomon Reader удалось снизить репликацию, там, до 2.7 или до 2.6. Что, как бы, бесконечно классно, потому что экономит кучу памяти. Вот. Ну, собственно, HDFS это только некоторая хранилка данных. Поверх этого нужна какая-то вычислялка. То есть, когда мы что-то можем посчитать по этим данным. И базовая вычислялка это MapReduce, который вообще изначально появился в, ну, собственно, Hadoop инфраструктуре. Давайте сейчас разберем, как он работает. Классической вообще задачкой, ну, вот, когда вы начинали учиться программировать, первое, что вы делали, вы, наверное, писали Hello World. Вот. В мире Big Data Hello World называется World Count. То есть, когда нам нужно посчитать, есть некоторые документы, нам нужно посчитать количество встречаемости слов в этом документе. Давайте на этом примере быстро разберем, как работает у нас, ну, собственно, MapReduce. Вот на вход у нас есть документ. На этапе маппинга что мы делаем? Мы берем документ и разбиваем его на слова. И на выходе с маппинга у нас получается слово и каунтер. Ну, давайте сделаем не каунтер, а просто приписанная единичка. После этого все это, как вы понимаете, все эти вычисления происходят в распределенной системе. И коммуникации происходят по сети. То есть у нас вообще, ну, как бы, в чем плюс у нас есть много не очень сильных тачек. Мы можем объединить в единую сеть. Ну, и заставить заниматься у нас вычислениями. Окей, с маппинга у нас выходит слово плюс чиселка, везде единичка. После этого идет этап шафла. Шафл — это когда мы перетаскиваем данные с мапперов, то есть тачек, на которых мы производим операцию Map к редюсерам. Самая дорогая операция, ну, потому что и во всех, как бы, фреймворках при проектировании плана вычисления ее пытаются избежать. После шафлом происходит сортировка, ну, собственно, по ключу. В данном случае ключом у нас является слово. И редюс — агрегация по ключу, когда мы просто берем, ну, собственно, суммируем все единички, получаем количество. И, ну, собственно, выход. Мерзем все результаты, получаем каунт. Теперь скажите, что вам было непонятно. Точнее так, понятно ли эта схема? Смогли бы вы ее сейчас мне рассказать? Давайте такой вопрос. А вот теперь, что делать, вот как посчитать? Смотрите, такая задачка, что вот у меня есть документы. Мне нужно посчитать не количество встречаемости каждого, не частоту каждого слова в документе, да, а так называемый охват. То есть количество, ну, грубо говоря, сколько у меня слов в документе встречается два раза. Сколько слов в документе встречается один раз, сколько слов в документе встречается три раза, четыре, пять, шесть и семь. Ну, и так далее. Как мне это сделать? Ну, вот изначальная задача такая, как ее реализовать? Где? То есть что мы делаем еще раз? Мы меняем ключ. То есть что, какие слова встречались два раза. Угу, да. Окей. Ну, да. А, ну. Не, ну, тогда мы в материке, получается, меняем ключ. Значение. Ну, вот изначально как будет pipeline выглядеть? Давайте сначала. У меня на входе текстовый документ. Что мы делаем сначала? Объем на строки. Не, это понятно. Побили на строки. Дальше что? Потом вычитаем, ну, допустим, мы ставим один. Угу. И вычитаем, сколько... Где ставим один? Ну, еще нету единички, у нас просто текстовый документ. Окей. Когда у нас уже идет, получается, то менеджер, чтобы они не мерзли по ключам, ну, то есть по словам в самом деле. То есть на этапе действия, ну, когда у нас получается ключ-значение, мы проходим по ним всем и, грубо говоря, создаем новую мапу. Да, то есть смотрим по значению и кидаем туда слово. То есть, ну, грубо говоря, там ключ будет, это число само, сколько отличается, а назначение и на действие в каких-то сетях сто. Ну, то есть ты предлагаешь на этапе редьюсинга сделать... А как мы будем потом все это мерзжить? Ну, это же разный... А? Сразу три мапы оканчивают. Нет, у нас же на каждой ноте, ну, у нас, грубо говоря, есть сервер 1, сервер 2. У нас на сервере 1 есть каунтер, ну, вот то, что ты предлагал сделать. На сервере 2 каунтер, нам нужно замерзжить потом эти 2 каунтера тогда каким-то образом. Как это сделать? В этой парадигме. Ну, они же используются общаться. Можно то, что вы получили дверже, убрать слова и сделать как-то следовательно. И сделать тоже мап, только цик про и... Ну, да, нужно просто второй раз запустить мап, сделать 2 мапы редьюс последовательно. Это наиболее простое решение. Это где надо сделать? Где надо сделать? Нужно просто повторить 2 раза эту процедуру. Только уже второй раз? На выходе первого. Да, это называется, и как вы понимаете, это уже некоторый пайплайн. Вот. И, ну, собственно, если вы когда-то видели в вакансиях что-то под названием ETL, Extract Transform Load, то часто, ну, как раз задача стоит, когда вы что-то программируете для Big Data, это правильная организация такого рода пайпланов, только намного более сложных. Когда у вас не подсчет чиселок и циферок, а, например, один из стейджей, это какая-то подготовка фичей для машинного обучения, потом это обучение моделек, потом это evaluate моделек, потом это deploy моделек, потом это monitoring моделек, ну и так далее. И для этого тоже используются отдельные фреймворки для того, чтобы организовать все это в единый пайплайн. Так, мы закончили с некоторым видением, и дальше у нас будет лекция по Apache Spark. Сейчас в смысле. Вы не устали? Будем делать перерыв? Я бы не делал. Нет. Отлично. Пока не забыл. Ай. Патч Spark — это один из сейчас доминирующих фреймворков для обработки больших данных. Он состоит из четырех основных компонент. Это, собственно, компоненты машинного обучения, это то, что я говорил вам, стриминг, когда мы можем в реал-тайм что-то процессить. Это SQL-ный движок. И GraphX — это для обработки графов. И у него есть разные языковые интерфейсы. Как вы можете догадаться, для действительно разработки подходит только два. Это Scala и Java. Лучше всего Scala, потому что Spark написан на Scala. И все домашние задания мы будем делать на Scala. У нас есть даже статья на Хабре о том, ну, в Одноклассика мы пишем все на Scala. Ну, в смысле не все, а конкретно связанное с процессингом данных. И есть статья о том, сколько денег мы сэкономили, когда они стали писать на питоне. Спойлер много. И, ну, если вам интересно, можете ее загуглить. На Хабре она есть. Вот. Как работает, давайте, некоторый обзор, атипичная программа на Spark. У нас есть драйвер, Spark-драйвер. Это некоторый координатор, где описано тело программы. У нас есть кластер какой-то, ну, например, ходубный кластер. Тут есть, ну, такие страшные слова, как Mesos Yarn или Standalone. Mesos и Yarn — это кластер-менеджеры. То есть, грубо говоря, это операционные системы для кластера, которые позволяют вам правильно выделять ресурсы. То есть они изолируют вычисления в виде некоторых контейнеров. И в этих контейнерах у них, ну, как бы есть некоторая локация ресурсов, изоляция окружения, изоляция вычислений. Ну, родным для ходу появляется Yarn. Mesos — это, типа, Uber-решение, которое, ну, оно, типа, более общее, позволяет делать совсем страшные вещи. Но Spark также можно запустить и без всего этого добра в Standalone-режиме. То есть просто у вас, например, есть несколько тачек. Вы можете просто, ну, либо одна тачка, например, ваш локальный компьютер, можете поднять Spark просто в формате, ну, без HDFS и Hadoop, и поиграться с этим. Ну, собственно, домашнее задание как раз будет с этим тоже связано. Подъем кластера. Надеюсь, у вас ни у кого нету винды на компьютере. Да. Винду в смысле. А? Ну, теоретически это должно работать и под винду. Но если у вас будут какие-то проблемы, то у меня лапки, я не знаю, что делать. А этот на виртуалке. А? На виртуалке на ворота? Да. На виртуалке должно заработать все, да. Я просто ворота. У меня есть видео-профильмы. Да, знакомая проблема. Вот. Окей. Дальше у нас, собственно, есть экзекьюторы некоторые. Ну, это, собственно, там, где происходят основные вычисления. Помните, я изначально говорил, что мы в бигдате, мы код тянем к данным. Ну, вот, собственно, это яркая тому демонстрация, когда, ну, собственно, все вычислительные команды у нас, ну, собственно, отдаются в кластер и вычисляются именно на тех нодах, на которых, ну, собственно, у нас находятся нужные нам куски данных. Это вообще одна из основных проблем бигдата, так называемая дата локалити, то есть, ну, самая дорогая операция, это когда нам нужно тянуть куда-то данные с одного места в другое для того, чтобы там что-нибудь сжойнить или что-нибудь, ну, не знаю, там, хитрое посчитать, отфильтровать. И поэтому, если мы знаем, как у нас правильно распределены данные, например, предположим, для графов это вот прямо такая супернерешенная, суперактуальная задача. Если бы мы знали, грубо говоря, компоненты связанности графа, знаете, да, что такое компоненты связанности, и мы знали, где они лежат и положили их рядом в нашем ходубном кластере, то мы могли бы делать очень классные, ну, как бы сложные операции над графами практически без шафла. Ну, то есть, мы бы взяли на наш кусок программы, отправили его именно, ну, грубо говоря, вычисляться в какой-то компоненте связанности, который мы знаем, как распределенная, как лежит, и без перегона данных по сети получили бы, ну, собственно, выигрыш. Так, это про то, как поднять Spark. Ну, собственно, основной управляющей конструкцией Spark является Spark Context. Через который большинство операций происходит и управление, ну, жизненным циклом приложения на Spark написанного. Тут просто примеры того, как, ну, вот, типа, можно его было поднять локально в один поток, там, в N потоков или на каком-то кластере. Базовой структурой данных для Spark являются распределенные коллекции, RDD. Ну, собственно, распределенная коллекция подразумевает собой некоторое партиционирование. Ну, собственно, чем больше у вас партиционированные данные, тем больше уровень параллелизма, как вы догадаться, при обработке. Ну, сейчас мы посмотрим на их свойства. Что мы можем делать с RDD? Ну, то есть, изначально у нас мы можем, собственно, любую коллекцию превратить в распределенную для того, чтобы поиграться, например. Ну, а все, что вы там зачитываете с первой помощью Spark'а, с кластера, автоматом становится распределенными коллекциями. И у них есть две основные, не знаю, как это назвать, две основные операции. Это трансформация и действие. Что вам нужно обязательно запомнить, все трансформации лейзи. То есть, никаких вычислений реально, когда вы применяете трансформации, над данными не происходит. Формируется так называемый DAC-граф, вычислительный DAC-граф. И он триггерится только тогда, когда вы делаете некоторые действия над этим графом конечным. Ну, то есть, если вы привыкли к тому, что вы написали код, запустили, и он начал сразу что-то считать, то тут все работает немножко по-другому. Ну, внизу пример о том, как сделать простую скаловскую коллекцию распределенной. Очень полезно для того, чтобы поиграться в интерактиве и осознать, как это все работает. Ну, вот это... Тут я переключил, там нет. Вот это пример трансформации. То есть, что делает Spark? Вы вызываете некоторые высоковыровневые трансформации над коллекциями, а он за вас строит план выполнения этих трансформаций. И на него, на самом деле, в админке... Это скриншот из админки Spark. На него эти планы довольно полезно смотреть, потому что часто он строит их не очень оптимально, и приходится руками и божьей помощью пытаться что-то придумать для того, чтобы все-таки то, что вы хотели, посчиталось за какое-то разумное время, и не падает, как сказать, out of memory. Давайте теперь разберем базовые трансформации над коллекциями, над распределенными коллекциями, которые есть в Spark. Ну, первое — это фильтр. Фильтр, собственно, довольно простая штука. Я надеюсь, все вы уже освоили функционал восьмой Java под названием «стримы». Вот. И я думаю, для вас это будут не очень тогда, так сказать, новые функции. Вы должны примерно уже представлять хотя бы, как это работает. Ну, то есть фильтр — это просто некоторый предикат, по которому мы фильтруем данные в распределенной коллекции. Collect в Spark — это такая самая опасная операция. Что она делает? Она собирает все данные памяти на драйвере. Ну, то есть если у вас есть огромный кусман данных, вы решили поиграться и что-то там посчитать, вызвали коллект, то, ну, гарантированно все у вас упадет. Ну, да, и коллект является как раз действием, которое триггерит план вычислений. Это? Ну, смотрите, конкретно, если мы говорим про Spark, да, то довольно незначительные изменения между языками. То есть большинство, ну, практически все то же самое называется в Spark, что в Java, что в Scala, что в Python. Меняются только, ну, так сказать, базовые функции, они для всех интерфейсов одинаковые. Понятно, что то, что вы туда пихаете, то есть, ну, например, не знаю, там, может, дальше сейчас будет пример какой-нибудь. Ну, вот, например, тут передается лямбда-функция, написано в Scala синтаксисе. Если бы вы писали на Python, написали бы лямбда-функцию в Python синтаксисе. Писали бы на Java, написали бы Java-функцию в Java синтаксисе. Поэтому, как бы, ну, операция была бы та же самая. Map – это тоже из мира функционального программирования. Довольно простая штука, которая преобразует коллекцию из одной коллекции, ну, собственно, в другую коллекцию. Вы применяете некоторую функцию каждому элементу коллекции. Ну, собственно, тут все довольно очевидно. У нас есть чиселки, мы к каждому чиселку прибавляем единичку, получаем новую коллекцию. Если бы мы не вызвали коллект, то эти вычисления, естественно, произведены не были на этом этапе. Flatmap. Кто расскажет мне, что происходит? Кто уже достаточно освоился? Что происходит? Что делает Flatmap? Ну, как бы, с клапом многое вложено в списках в один. Да. Да. Да, все так. Давайте теперь перейдем к экшенам. На самом деле, вот тут описаны все основные, ну, не все основные, но наиболее популярные экшены, которые используются. Это, как вы уже видели, коллект, который собирает все в памяти на драйвере. Тейк, который возвращает вам какие-то N элементов из коллекции распределенный. Каунт, который считает просто, ну, количество элементов коллекции. Ну, и, например, Reduce, который, ну, операция Reduce в данном случае очень похожа на операцию Reduce. Не знаю, как какой-нибудь MapReduce. В принципе, это примерно то же самое, когда мы просто делаем агрегацию всех элементов коллекции. какую-то. Окей. Вот это основная проблема вообще всех, кто начинает писать изначально на Spark'е. Это двойные вычисления. Смотрите, что происходит. Вы написали какой-нибудь классный join, какой-нибудь, не знаю, после этого применили еще какую-нибудь агрегацию к этому join'у, еще что-нибудь сделали, еще что-нибудь сделали. Вот. А потом, что вы делаете? Вы берете и решаете посчитать количество элементов на новом, на последней коллекции, которая у вас получилась. Потому что вам, например, нужно узнать это количество элементов. Посчитали, подождали минут 40-50, вышла чиселка после этого. Вы такие, классно, чиселка та, которая мне нужна. А давайте теперь я сделаю некоторую фильтрацию и посчитаю все то же самое, только с этой фильтрацией. И еще минут 56, в лучшем случае, некоторые вычисления могут длиться и десятки часов. Опять ждете, пока у вас произойдет весь этот join, весь дак триггернется, все данные полетят по сети. И поэтому, как вы, наверное, уже поняли, довольно сложно править ошибки во всем этом, потому что у вас все завязано на данные, данных много, контракт практически никогда не соблюдается, поэтому у вас может все навернуться в любой момент времени. и поэтому, ну, если вы можете как-то сократить цикл обратной связи, то это, ну, и не жрать все вычислительные ресурсы, потому что, ну, собственно, много людей, кроме вас, еще чем-то пытаются заниматься, то этого, естественно, не стоит делать. Ну, то есть конкретно вот этот пример, когда мы будем производить вычисления два раза, и это плохо. Чтобы этого не происходило, используется следующий подход. Кэш, да. Первое, что вы можете сделать, это вызвать метод кэш. Что сделает кэш? Он зафиксирует вам, ну, собственно, вычислительную схему и поднимет данные в память, в оперативную. Тут, как бы, ну, я думаю, вы понимаете, есть некоторые проблемы. Если у вас, как бы, понятно, что оперативная память – это классно, но она обычно лимитирована, а данных может быть слишком много. Поэтому есть большой, ну, варикс ловить out of memory, что не очень классно. Но в большинстве случаев, скорее всего, у вас это прокатит. Если не прокатит, то можно использовать Persist. Тут можно задать Storage Level, ну, то есть Spark поддерживает довольно большой выбор из того, где вы можете хранить ваши данные. И есть даже специальная табличка из официальной документации, в которой описаны все варианты их, ну, собственно, преимущества и недостатки. Ну, понятно, что вы можете хранить только в памяти, в памяти сериализованном виде данные, на диске, на диске и в памяти, сериализации, в хипе, без хипа, короче, вариантов довольно много. Теперь перейдем к работе с K-Value в Spark, потому что, собственно, это базовая операция. Ну, я думаю, вы еще должны помнить из реляционной алгебры, на которой тоже все операции изначально задаются K-Value парами. В принципе, тут все довольно похоже. В Spark, ну, есть несколько разных API, то, что я вам сейчас показываю, это, типа, считается низкоуровневым API. И высокоуровневая API у него, это уже определено для таблиц, для датафреймов, для так называемых датасетов. Но под ним, естественно, лежат все вот эти базовые операции, которые, собственно, мы с вами рассматривали. Ну, и также работа с K-Value. Ну, собственно, что тут можно рассказать? То, что тут также определены варианты группировки по ключу, ну, собственно, каких-то агрегатов по ключу. Ну, собственно, работает все довольно тривиально. Если вы хотите что-то заредюсить по ключу, вы, собственно, получите некоторый агрегат относительно функции, которую вы туда передали, передали, ну, и группировку получите, ну, собственно, коллекцию с, ну, собственно, с группированными значениями по этому ключу. Но иногда в Spark возникает такая, точнее, так, не в Spark, в распределенных вычислениях возникает такая задача, что вам нужны некоторые общепеременные, ну, собственно, с которыми должны произвести какие-то операции. Ну, например, что это может быть? Это может быть какой-то конфиг, который вы с драйвера хотите передать на экзекьюторы, чтобы он там применялся. Это могут быть какие-то значения для фильтрации, например, такая, не знаю, проблема, что у вас есть какие-то, например, специальные юзера, которые, ну, вот, этот список, например, специальных юзеров никак, например, не должен, не знаю, применяться какое-либо условие. по понятным причинам делать для этого отдельную таблицу из этих юзеров, например, 100, превращать это в распределенную коллекцию, делать join, shuffle, вся вот эта хрень, это как бы довольно неоптимально. Проще просто превратить, ну, собственно, этих юзеров, ну, айдишки этих юзеров в какой-то сет, передать на экзекьюторы и просто отфильтровать, ну, собственно, по этому сету. Для этого вам, ну, собственно, как раз мог пригодиться какой-нибудь broadcast variable. Ну, собственно, вы формируете, собственно, это, а, извините, я себя туда переключу. Формируете это какое-то значение, например, какое-то множество для фильтрации, и Spark копирует для вас это на каждый из экзекьюторов. И дальше вы можете уже локально, ну, собственно, на каждом экзекьюторе применять какую-то, ну, работать с этим, ну, с этой переменной. Аккумуляторы. Аккумуляторы – это такая штука, которая позволяет вам, ну, на самом деле, они есть также в классическом аппредьюисе. Там это называется счетчики. тут это называется аккумуляторы. То есть, когда вы делаете какие-то вычисления, вам часто нужна некоторая агрегационная статистика. Вот. И вы не хотели бы делать, ну, как бы, считать эту статистику, ну, потому что ее можно посчитать как бы параллельно с вашими вычислениями, а не делать потом отдельный пайплайн для того, чтобы получить, например, 5-6 циферок, которые, ну, получались как результат вычислений, пока вы, ну, там, вашего основного пайплайна. Ну, например, вы, не знаю, там, делаете какой-то расчет, не знаю, там, KPI-ов, и вам нужно дополнительно получить расчет, не знаю, там, колик, не знаю, количество встречаемости какого-нибудь какого-нибудь айтема. для этого вы создаете специальные переменные, которые, ну, собственно, вы можете использовать в ваших, ну, как бы, пайплайнах, и, ну, это типа, не знаю, всякие там лонг аддеры, наверное, в Java, наверное, вам будет понятно. Знаете, да, что это такое? Нет? Ну, типа, лонг аддер, там, нет? Ну, пайплайн? Да. Ну, ну, не знаю, линуксом пользовались? Линуксом пользовались? Ну, блин, пайплайн, последовательность действий, не знаю. Ну, то есть, у вас есть, у вас есть несколько действий, которые должны вычисляться, не знаю, последовательно, и это называется пайплайном. То есть, здесь много гаражей, и по ней, какие-то сети? Так, смотрите, короче, вот, ну, типичный пайплайн. У нас есть продакшн-приложение, оно пишет данные, например, в Kafka. У нас есть джоба на спарке, который вычитывает данные из Kafka и кладет их в HDFS. Дальше у нас есть какой-то вычислитель, который делает какие-то агрегаты по этим данным и пишет их в какую-нибудь, не знаю, там, Кассандру или Друид, или, не знаю, там, Кликхаус какой-нибудь. И дальше у нас есть какой-нибудь дашборд с визуализацией. Вот весь этот цикл называется, также это называется ETL, Extra Transform Load. И также это можно более, ну, так сказать, общее слово pipeline. Пайплайном также можно назвать последовательность действий, когда мы, вот, например, загрузили данные, сделали какое-то вычисление и, например, сохранили результаты. Это тоже pipeline, когда у нас есть некоторая последовательность. Ну, это какой-то философский вопрос, я не знаю, как на него ответить. Но есть просто, есть устоявшиеся контексты применения слова pipeline, например, в Linux, это, ну, пайпы, те же самые, когда вы можете, ну, собственно, последовательность каких-то баш-команд или баш-утилит выстроить, чтобы они применялись последовательно. Есть pipeline, так называемые, pipeline машинного обучения. Там есть ряд заранее, ну, известных стадий и они должны следовать друг за другом. Это, и поэтому весь, ну, как бы весь этот, все эти стадии совместно образуют pipeline. Вот. Есть, ну, не знаю, понятно? Более-менее. С аккумуляторами понятно. Аккумулятор — это, короче, переменная, которую вы можете, грубо говоря, это общая переменная. Ну, если вы вам читали курс по concurrency, наверное, вы... А? Atomic variables. Вот, типа того, да. Только для распределенных систем. и гарантий у нее меньше, чем у Atomic variables. Вот, собственно, это те гарантии, которые у вас есть, когда вы используете аккумуляторы. аккумуляторы, ну, собственно, я думаю, читать их для смысла, они довольно очевидны, как мне кажется. Если не очевидны, спрашивайте. Ну, основное, то, что самое неприятное, то, что в трансформациях у вас нет гарантий. То есть, если вы используете аккумуляторы в трансформациях, то... Помните, что такое трансформация? Что такое трансформация? Что у нас вообще есть? Какие основные операции для коллекции используются распределенных? Нет, ну, смысл, и действия, да. Action transformation. Вот, для трансформации использовать, вот, наверное, что стоит действительно запомнить, аккумуляторы, ну, на свой страх и риск. То есть, там гарантии не соблюдаются. Усё. Ну, на сегодня. Вот. Ну, собственно, домашнее задание, подождите, так, дайте мне 3 минуты, будет как раз поднять локально стендалон Spark. ну, и посчитать на нем несколько задач. Я сделаю репу на гитхабе. Сразу предупреждаю, что по понятным причинам тот, кто первый делает pull request в эту репу, он становится человеком, с которого все начинают списывать. И ну, собственно, понять, что с него списали довольно просто, поэтому то, что полностью скатано, я зачитывать как за решение не буду. Ну, собственно, список задач я оформлю как редми в гитхабе и скину в группу. Дедлайн будет? Конечно, будут. Там будет в редми все написано. С дедлайнами и так далее. Есть у вас какие-то вопросы? Да? Можно как-то сравнить Spark и по-другу по-стребе трансформация как map? Действия как reduce как связано с другом? Ну, смотри, не совсем так, потому что если ты посмотришь, сейчас. А, извините, я забыл, что у меня у нас просто тут. ну, map reduce по факту это и как раз есть map reduce, просто реализация этого map reduce получается немножко другая. В чем основное отличие от map reduce сахадупного, да? А? То, что в памяти в операции, ну, во-первых, там строится действительно оптимальный изначально плавный граф вычислений, он может быть более оптимальный, построен за счет скипа каких-то шагов и так далее. Когда ты знаешь изначально, когда ты, ну, собственно, в lazy среде делаешь, ты знаешь, какие операции будут происходить, ты можешь оптимизировать эти операции, да? В отличие от топового map reduce, когда ты просто map reduce, map reduce, map reduce, да? Вот. Map reduce это зачитывание данных с диска в основном. Точнее, всегда практически. Вот. Spark как раз позволяет основные операции делать как бы оперативную память. Ну, продукт зато позволяет как бы ретрайс делать, если что-то случилось. Ну, то есть, есть надежное хранение на диске внести то, что в памяти ну, тут тоже тут тоже можно с ретрайами. Hadoop хорош, когда у вас очень много данных, вот, и нужно, ну, как бы, нужно их все-таки посчитать, например, сжонить несколько терабайтных таблиц, да, то на Spark написать код, который бы это, ну, то есть, если вы просто это сделаете в одну команду, скорее всего, и будут некоторые проблемы. И там нужно поизвращаться, чтобы это заработало. Но, поэтому, ну, действительно, на Hadoop можно делать действительно сложные операции, но с точки зрения интерфейса и скорости работы для большинства задач он уже, ну, собственно, ну, подожди, еще раз, давайте терминологии немножко, Hadoop — это экосистема разных инструментов, MapReduce, Hadoop — MapReduce, вот, он уже довольно редко используется, потому что Spark быстрее, и в текущих новых версиях он уже довольно стабильный, и, ну, собственно, уже меньше проблем для работы даже с экстремально большими данными. в основном будет все про Spark, но если вам очень хочется, я могу рассказать и про MapReduce, вот, еще какие-то вопросы, но если нету, то закончим, все, да, да, до свидания, Субтитры создавал DimaTorzok